добрый вечер всем сегодня у нас в гостях наша ученица галина галина тот смелый человек который самый первый отозвалась сама быстро написала нам в чат что я готова то есть я думаю такая смелость она конечно же понадобится на дороге когда у вас начнется вождение я думаю остальным следует все-таки последовать примеру галина да и тоже смелее принимать участие в обучении такие сегодняшняя наша тема сейчас подсмотрю даже в книжечке правила дорожного движения как она уже очень правильно называется обязанности права водителей механических транспортных средств галина у нас даже прямом эфире решила не прекращать вести конспекты и сейчас тоже записывать тему я думаю что те которые послушали совета тоже ведут конспект хотя есть лентяйский способ ведения конспекта это мы бросаем ссылочку на конспект все о чем рассказывать мало ли вдруг кого-то был плохой звук ну и я надеюсь что уже все присоединились к нам и будем начинать калин когда-нибудь приходилось сталкиваться с автомобилями или вообще может быть в семье все хорошо значит уже не первый раз до будет ладненько что я хотел спросить у галины у галины хотел спросить ну когда водители собираются дорогу они с собой берут какие-то документы галина какие документы берутся выводить удостоверение личности права техпаспорт чтоб удостоверение личности смысле это смысле права и техпаспорт удостоверение личности мы отбросы но понятно но для некоторых может быть удостоверение личности например студенческий билет является удостоверение личности водители обязаны собой брать студенческий билет все хорошо мы остановились значить права да и второе и техпаспорт техпаспорт ну права и техпаспорт это народное название как бы этих документов галина не приходилось сталкиваться а как все таки по-настоящему называются эти документы мы хорошо давайте открою для для всех маленький секрет да что право то что мы говорим в народе у нас называется удостоверение водителя так что первое что мы записываем документы необходимые для управления т.с. напоминаю что т.с. это у нас транспортные средства мы так сокращаем документы необходимые для управления транспортным средством ну давайте уже без народных названий и первое что нам нужно это удостоверение водителя второе что нам нужно это регистрационный документ на транспортное средство галина правильно сказала в народе этой среди водителей называется техпаспорт технический паспорт но это народным название билетах будет все-таки звучать фраза регистрационный документ на т.с. калина по поводу страховочки что-то известно что-то слышно что должна быть еще и страховка просрочена или нет таки пишем же не просрочено давайте так не просрочено не будем писать до действующий страховой полис действующий страховой полис конечно же есть у нас еще и на дороге автомобили на которых установлены всякого рода мигалки там спецсигналы давайте так назовем это все так вот если на автомобиле будут установлены такие спецсигналы то давайте на таки запишем разрешение мвд случае установки спецсигналов спецсигнал я произнесу я думаю что это и так запомнится это мигалки сирены то есть всякого рода звуковые сигналы и еще у нас есть один маленький нюансик про который я не помню в билетах даже нету но если на автомобиле установлен знак инвалид давайте так и запишем что если на автомобиле знак инвалид все связующие слова мы выбросим и поставим тиражку и запишем документ подтверждающий инвалидность иногда инвалидом предоставляется автомобиль но они права не имеют и тогда есть лицо которое довозит такого человека на автомобиле соответственно установлен знак инвалида поэтому давайте так загале напишем документ подтверждающий инвалидность водителя или пассажира там у нас автомобили которые имеют знак инвалид у них предусмотрены определенные льготы в правилах дорожного движения они не очень большие но все-таки для того чтобы инвалиду было удобнее допустим добраться до какого-то места то есть есть исключение где можно подъехать и оставить автомобиль со знаком инвалид у нас даже уже появились специальные места которые поближе к входу супермаркета они там имеют разметку на дороге места для инвалидов так ну давайте не будем слишком долго на этом заострить внимание но переходим дальше рассмотрим ситуацию если мы вдруг решили дать кому-то покататься свой автомобиль и давайте запишем так второй у нас будет пунктик это при передаче т.с. другому лицу ну я думаю галина тут без проблем смогла бы ответить что нужно отдать техпаспорт ключи да и рассказать что автомобиль исправны и чтобы вернули такой же правило дорожного движения конечно такое не прописали но возложили на человека который отдает свою машину кому-то пока покататься определенную ответственность алина как вы думаете какая то ответственность может быть я думаю исправность автомобиля в любом случае вы представляете это правило дорожного движения не прописано нет нет хорошо давайте тогда запишем и что первое что необходимо при передаче это убедиться в наличии давайте так наверное раз мы уже так называя есть что при передаче другому лицу да у него право соответствующей категории оказывается если у него нет права то нас могут наказать за то что мы далее ну и второй пункте конечно же мы передаем документы на т.с. этот техпаспорт про ключи ничего не написано людмила а как вы считаете почему ничего не прописано про ключи без ключей не уедет ну ездишь на современные автомобили которые у нас уже и без ключей не кнопочно не приходилось сталкиваться вот такая небольшая пластиковая карточка который подносит к автомобилю и автомобиль уже принимать понятненько и для того чтобы автомобиль завелся нужно пластиковую карточку положить специально определенное место и все автомобили распознают как свой ну это современные технологии которые с 12 года применяются 8 лет это еще короткий маленький срок ничего ничего да ну и понятное дело что в автомобиле конечно же должна оставаться страховка хотя в правах дорожного движения по поводу страховки ничего не прописано значит что мы проверяем для билета у нас получаются такие ответы что мы проверяем если у него права нужные да и передаем простыми словами до техпаспорт а вот дальше человек который принял автомобиль мы вот что он делать дальше и дальше уже права дорожного движения его действия расписаны таким образом перед выездом водитель обязан это нас третий пунктик идет перед выездом водитель обязан ну и первое что обязан это проверить техническое состояние транспортного средства так как у нас галина уже заочно является автомобилистом в семье есть автомобиль поэтому в курсе как обычно проверяется техническое состояние транспортного средства заводится заводится не заводится все фары подставники работали поворотники ну уже практически все право ну давайте я дам совет если вдруг семье есть автомобиль который пользуется два человека галина эта ситуация как раз для вас чем она заключается подходе у кресла то понятно подходите к автомобилю и внимательно его осматривайте снаружи чтобы не получилось таким образом что вы сели в автомобиль завели поехали сидели там к примеру 20 метров в одну сторону 20 другую подъезжаете к фонарь поэтому для начала если пользуются два человека не мешало бы посмотреть снаружи что с автомобилем все порядке так мы избежим лишних скандалов в семье на которых я думаю уже и без этих проблем достаточно по поводу технического состояния конечно же нас интересует все то что влияет на безопасность это чтобы работали тормоза работала давайте так машина рулила да я так скажу более грамотно работала нормально рулевое управление горели фары поворотики ну как ни странно там еще и дворники конечно же ними жалобы проверить друг пойдет дождь но это будет у нас отдельная тема мы там уже будем обсуждать все подробности все составляющие части автомобиля так следующее что нужно значит первым и проверить техническое состояние транспортное средство следующее это проверить комплектность транспортного средства это мы второе записываем это проверить комплектность транспортного средства ну на самом деле это у нас галина я смотрю циферку 2 да это просто как следующее у нас право дорожного движения требует чтобы автомобиль был укомплектован тремя вещами именно право дорожного движения это аптечка огнетушитель и знак аварийной остановки так аптечка для чего нужно понятно конечно для чего ну вдруг плохо станет вдруг авария то есть низкая зарплата и стало плохо из-за этого аптечка поможет все галина считает что аптечка даже помогает так огнетушитель борьба с курят с курящими так и знак аварийной остановки знак аварийной остановки это для чего нужен если вдруг приходится останавливаться на оживленной дороге он выставляется впереди сайте все хорошо галина едем и по оживленной дороге и загорелся красный сигнал светофора нет мы должны спереди сзади выставить а в смысле аварийной остановки все я понял в смысле аварийной остановки а для чего вообще его выставлять надо казалось бы ну достаточно включил аварийный он выставляется на определенном расстояние для того чтобы едущие машины увидели заранее и могли объехать на самом деле знак аварийной остановки у нас выставляется только в двух случаях это в случае если произошло дтп раз и второй случай это когда нашу аварийку заранее водители не могут не увидеть вот всего лишь два случая все остальные случаи нам достаточно включить аварийный а это будет понятно для всех ходить если они издалека хорошо видят что стоит машина на аварийке право дорожное движение не заставляет ну если есть огромное желание можно выставить мы чуть-чуть забежим наперед вален приходилось когда-нибудь видеть чтобы стояла автомобиль у которого выставлен знак аварийной остановки но хотя бы так прикинем на каком расстояние все вот у нас будет темкой и мы определимся в этой темке что у нас в населенном пункте где движение на не очень высоких скоростях она выставляется на одном расстоянии а за городом автомобиль движется с более высокими расстояния в два раза больше рассматриваем следующий пунктик перед выездом водитель обязан это если мы перевозим брус который закрепляем да это проверить надежность крепления груза следующий пунктик и следующий пунктик который мы проговорим про это правило дорожного движения не пишут но подразумевается что это и так знает каждый водитель галина те вещи которые я произнесу это каждый водитель считает что в автомобиле никогда не помешает буксировочный трос буксировочный это смотрите это правило хочу еще лишний раз обратить внимание что это правило дорожного движения не прописано буксировочный трос понятное дело что некоторые водители могут сказать что нужно обязательно стаканом укомплектовать бутылкой водки или еще что-нибудь ну то такое дело на любителя но буксировочный трос никогда не помешает и еще есть одна вещь которую я считаю обязательно можно иметь в автомобиле это та вещь которая решает вы из института помню даже самые сложные логарифмические уравнения то какая вещь не далеко не не калькулятор долин деньги деньги они на дороге рисуют практически все проблемы поэтому всегда нужно с собой иметь деньги для какие случаев они пригодятся возьмем даже пробили колесо заехать на балкани за сумели закончился бензин или допустим чтобы ваш автомобиль дотянули до заправки трос у нас уже имеется за рекомендации сейчас уже водители все реже и реже возят с собой канистры потому что заправок уже очень много поэтому ситуация закончился бензин я думаю может для начинающего водителя быть неожиданностью так переходим к четвертому пунктику что обязан водитель делать когда едет за рулем так ну и первое что мы записываем это для билетов именно у нас будет такой перечень это следить за дорожной обстановкой что для вас значит фраза следить за дорожной обстановкой ну в первую очередь это оценивать обстановку кто обгоняет кто-то кто едет рядом светофоры дорожные знаки ну то есть все что происходит видимость хорошая видимость плохая видимость то есть все что обеспечивает безопасное движение ну а на самом деле если перевести там в обычные слова не отвлекаться на давайте ну первое мы записали до сидеть за дорожной обстановкой правильно фраза для билетов следить за дорожной обстановкой а простыми словами это говорится просто не отвлекаться во время движения Как мы можем отвлекаться? Музыка, телефонные разговоры, разговоры в салоне, чтение вывесок по дороге, рекламных плакатов. Скидки, да? Скидки, это очень важно. Так, в случае, если мы перевозим груз, конечно же, следить за надежностью крепления груза. Сейчас я начало фразы скажу, а потом ее продолжение. Мне интересно, как Галина себе это представляет. Начало фразы звучало таким образом. Во время движения следить за надежностью крепления груза. Галина, а как вы себе представляете, во время движения следить? Ты даже не представляешь. То есть, получается, если вы едете с кем-то, да, то человек должен открыть окно и постоянно держать, ну, если там сверху на багажнике груз. Ну, это, в принципе, нереально. Это нереально, да? А может быть, это так, что водитель постоянно едет и рукой в открытое окно, но зимой держится за груз, да? Несерьезно тоже. А как вы думаете, что они могли в правилах дорожного движения скрыть за такой фразой? Во время движения следить за надежностью крепления груза. Следить упал, не упал. Вот видите, это вот так вот прописаны правила дорожного движения. Давайте упал, не упал. Если кто-то догоняет и говорит, посмотри, что ты сделал с моим автомобилем, мы понимаем, что мы не уследили за надежностью. Ну, а на самом деле, это достаточно все просто, что подразумевается, что во время остановок, когда водитель остановится, наперекур, да, попить кофе, просто проверять надежность крепления груза. Поэтому мы смело можем в скобочках добавить, что вот оно, как все выглядит на самом деле, что это во время остановок. Так, следующее, что у нас во время движения, это следить за состоянием транспортного средства. Галина, а как водители следят? Ну, там куча всяких циферок. Как это уровень масла, уровень бензина, то есть следить, слушать машину, как работает двигатель, то есть, ну, вот такое основное. Ну, а на самом деле, большинство водителей, конечно же, как поступает? Следят за доской приборов, если вдруг там загораются какие-то лампочки, сигнализируют о какой-то проблемке. У нас лампочки на автомобиле, которые говорят, что с автомобилем какая-то проблемка, имеют два цвета. Первый это желтый и красный, да. Если загорается желтая лампочка, давайте так, если загорается желтая лампочка, то говорит о том, что автомобиль говорит, нужно обратиться на СТО. То есть, он просто предупреждает, да. Возникла поломка, она не смертельная. Движение можем продолжать. Но. Проблемка не загорается. Да, проблемка пока что еще не сильная проблемка, но обязательно ее уже нужно в ближайшее время решать. И второй вид лампочек, это красный. Ну, давайте так, красные лампочки, их привязали по значению к сигналам светофора. Красный сигнал светофора. Как только загорается красная лампочка, вам необходимо сразу же остановиться. На лампочках всегда рисуют подсказки, в чем может быть проблемка. Ну, к примеру. Загорелась красная лампочка с восклицательным знаком. Да, я просто одну из проблем. Это вы просто едите и забыли снять автомобиль с ручника. Да, едите с включенным ручным тормозом и поражаетесь. Да что такое автомобиль, так слабо и вяло разгоняется. Ой, разгоняется. Так, движемся дальше. Ну, следующее, понятное дело, что это не загрязнять дорогу. Это что касается водителей и пассажира. Следующее, во время движения у нас водитель, в принципе, и пассажиры, обязаны не создавать угрозы окружающим. Калина, можно хоть какой-нибудь примерчик сходу выдумать? Как можно создать угрозу окружающим? Ну, резкие повороты без предупреждения. Неожиданное на это торможение. В рывок с места танцы на машине, на дороге был у меня один такой знакомый. Прямо на машине танцевал во время движения? Да, он включал. Он сверху? Он рок-н-ролл, то есть и начинал выписывать кренделя. То есть это было катастрофа. Так, следующее, смотрите, очень важная вещь для билетов. И, наверное, запишем так, что при выявлении фактов препятствия для движения, к примеру, произошло ДТП или кто-то потерял груз, да, что прямо груз валяется на дороге. Сообщать, именно общими словами скажу, в соответствующие органы. И у нас, по-моему, присутствуют даже два билета. Такие, в одном из них будет нарисован мотоциклист, который едет на дороге, и будет нарисован, что на дороге лежит какой-то ящик. Или второй вариантик, будет изображена дорога, на которой яма. Просто прямо на дороге. Так, следующее, я надеюсь, понятный будет пунктик. Не совершать действия, которые повредят дорогу или дорожное оборудование. То есть нельзя там сносить светофоры, что-то химичить с дорожными знаками. Не совершать действия, которые повредят дорогу или дорожное оборудование. И переходим к следующему пунктику. Это пользоваться ремнями безопасности и подголовниками. Галина, как пользоваться ремнями безопасности? Тут вроде бы для большинства людей все понятно, да? Это что, садятся? И пристегиваются. Пристегиваются. Так, хочу обратить ваше внимание, что по правилам дорожного движения должны пристегиваться пассажиры не только передних сидений, но и задних. Везде, где заводам-изготовителям предусмотрены ремни безопасности, пассажиры должны ехать и быть пристегнуты. Если ремни безопасности заводам-изготовителям не предусмотрены, это очень древние старые машины. Ну, я думаю, для Галины такой пример будет. Автомобиль типа Победа или Волга 21, что-то вот такое совсем. Жигули, а москвичи. Нет, в Жигули как раз там и москвичи уже есть. Что, серьезно? Ну, Жигули точно есть, а москвичи там с определенной моделью уже пошли. Это понятно. Ремни безопасности тут вопросов нет. А как себе можно представить, пользоваться ремнями безопасности? Вот как они такую фразу прописали? Для меня почему-то до сих пор непонятно. В смысле пользоваться? Не пристегиваться. Ремни безопасности, да. А мы сейчас речь ведем о подголовнике. Ну, регулировать его под голову. То есть мы пытаемся сейчас закончить фразу. Во время движения, кто едет в машине, обязаны пользоваться подголовниками. Ну, операция, операция. Я не знаю. Давайте я сразу скажу. Водитель, который едет за рулем и кладет голову, на подголовник, то есть голова лежит на подголовнике, он примерно в два раза хуже воспринимает всю информацию, которая происходит снаружи автомобиля. Ну, логично, да. Потому что от вибрация от подголовника, от автомобиля к сиденью, от сиденья к подголовнику передается на мозг человека, и ему уже зрительно сложнее воспринимать информацию. А как надо им пользоваться? На самом деле, хитрость состоит в том, что имелось в виду, когда они писали этот пунктик правил дорожного движения, что если завод-изготовитель предусмотрел подголовники в данном автомобиле, они должны быть на нем установлены. Вот так вот. Смотрите, сколько интересного пишут в правилах дорожного движения, и как это абсолютно все выглядит по-другому, когда мы начинаем разбираться. Хитрость, да. Галина, ну, понятное дело, ремень нас удерживает в случае столкновения, чтобы мы не вылетели вперед. А для чего нужны подголовники? Ну, потому что при ударе идет рывок обратно, то есть для того, чтобы не сломать шейные позвонки. Вот, смотрите, Галина в курсе. Я реперитолог. А, все. Тогда мы Галину пригласим еще на одно занятие, когда у нас будет тема связана с медициной. Это за ней поможет. Да. Смотрите, у нас по поводу ремней безопасности все-таки сделали для определенной категории водителей и пассажиров исключение. Им разрешили не пристегиваться. И первое, кому разрешили не пристегиваться, давайте так и запишем, исключение. Эти исключения будут касаться при движении в населенном пункте. Исключение. И первое исключение, так, на нас запишем, в населенном пункте поставим двоеточие, и у нас там будет такой порядочный перечень. Оказывается, очень многим правила дорожного движения разрешили не пристегиваться. Ну и первое, кому разрешили не пристегиваться, давайте без пояснялок особых, это полиция. Пояснялки, когда они там... Не то, что человек работает в полиции, да, и у него есть там справка с отдела кадров, да. Ему успеть надо высказать. Да, в случае чего. Следующее, это кому разрешили не пристегиваться, это... Давайте я так заговорил, скажем, медикам. Тут понятное дело, почему, да? То есть во время движения пациенту может оказываться помощь, да, в движении автомобиля, поэтому для этой ситуации у нас медикам тоже разрешили не пристегиваться. Следующее, конечно же, в такую категорию у нас попали, как они правильно, пожарные, да? Вот они, когда едут на вызов, то им тоже разрешили не пристегиваться. Ну, тут для меня чуть-чуть причина непонятна, я все-таки бы их заставил пристегиваться, но, скажем так, право, дорожное движение разрешили им не пристегиваться. Следующее, у нас есть такая категория водителей, как инвалиды. Инвалид. То есть считается, что инвалидам есть определенный ряд причин, по которым может быть сложнее управлять транспортным средством, чем другим водителям, и поэтому, чтобы хоть как-то облегчить, или ремень не сковывал его движение, все-таки управление автомобилем, инвалидам сложнее, поэтому им тоже в населенном пункте у нас разрешили не пристегиваться. Следующий пунктик очень необычный будет, это водителям и пассажирам такси. И у Галины попытаюсь узнать, есть ли хоть какая-то версия, почему водитель и пассажир такси. Вообще без вариантов. Я не знаю, что в голову приходится побыстрее убежать от таксиста. Или таксист, чтобы мог быть. Или таксист убежал от пассажиров. Да, давайте, на самом деле, правда, я точно не знаю, но одна из моих версий, что такси это сервис, который дорогой, который человек платит. А не одна автомойка, опять же, это мои догадки, не предлагает такой вид услуг, как мойка или стирка ремней безопасности. И когда автомобиль ездит с открытыми окнами, на ремни безопасности все равно садится пыль. И поэтому человек, заказывая дорогой сервис, садится в автомобиль, к примеру, в белой блузке и пристегивается ремнем безопасности. В итоге он получает уже не такой качественный сервис. Поэтому это тянется еще с древних времен. Водителями такси брали только профессиональных водителей. Другие водители, которые получали права категории B, у них прямо права ставился штамп без права работы по найму. Ух ты! Да, и поэтому водитель, который не имел стажа 3 года, он не имел права прийти и устроиться водителем таксопак. То есть считалось и водители опытные, и услуга дорогая. Это, давайте так считать, это моя версия. Никто не гарантирует, что она правильная. Ну и последнее, кому разрешили не пристегиваться в населенном пункте, это, давайте я старыми словами обзову, это инструктору, когда ученик за рулем. Тут, я надеюсь, тоже причина понятна. Ну да, успеть надо среагировать. Галин, как вы думаете, работа инструктора, это очень нервно, судя по роликам. Думаю, что очень нервно. А вы хоть когда-нибудь слышали от кого-то историю, что муж посадил жену за руль, дал ей проехаться, и после этого дома еще полдня был скандал? Часто слышала. А как вы думаете, почему муж, садя жену за рулем, постоянно начинает кричать? Это всегда происходит. Давайте так, это не то, что редкий случай, это 99,9%. Почему такое происходит? Потому что машина моя, он ее ходит, лелеет, то есть и вдруг где-то что-то не так, то есть жена априори изначально бестолковая, ну и вот эта паника, что он не контролирует сам процесс, то есть он как сторонний наблюдатель, то есть все вместе играет на нервы. А, Галин, как вы считаете, точно так же нервничают инструктора? Ну, думаю, у них уже вырабатывается иммунитет, то есть и нервничают они немножко меньше, потому что они все-таки контролируют процесс, то есть они имеют возможность вмешиваться в процесс в любой момент. Да, смотрите, на самом деле, чтобы муж не кричал на жену, когда обучает, у мужа просто должны быть под ногами педаль тормоза, да, чтобы он в любой момент мог остановиться. На самом деле тут все просто. У инструктора есть педаль тормоза, для того, если вдруг ученика не получается тронуться с места на механике, имеется педаль сцепления, когда она говорит так, оставь педаль в покое, сейчас тронемся и поедем, не переживай. По поводу руля. Инструктор без проблем может дотягиваться рукой до руля. Ключ зажигания тоже, как правило, со стороны тоже находится инструктора. Ручник тоже инструктор спокойно левой рукой, да, и переключение передач тоже инструктор без проблем. Часто инструкторов заставляют, чтобы они катались по площадке без ученика, только управляли автомобилем, находясь с правой стороны. И давайте я сразу предупрежу, что инструктора – это не те люди, которые профессионально умеют водить автомобиль. Потому что все время в автомобиле они проводят рядом, не управляя автомобилем. Поэтому, если вдруг случайно инструктор вам скажет, сейчас я вам покажу, он садиться у него не получается, это нормально. Подожди, сейчас со второго раза получится. Сейчас, стоп, или скажет, этот раз не считается, смотри вот как надо. Поэтому инструктора лучше управляют автомобилем, когда сидят справа на пассажирском месте, да. Поэтому я надеюсь, если вдруг такое когда-то возникнет, вы вспомните этот мой рассказ и более лояльно будете относиться к действиям инструкторов. Да, инструкторы не кричат, потому что у них под ногой есть педаль тормоза. Так, рассмотрим еще ситуацию, что есть еще определенная категория. Кому можно не притягиваться за городом? Галина, ну в городе, понятно, бог с ним, скорость, а маленький за городом. У нас бывает все-таки учебная езда происходит и за городом. Поэтому у нас за городом разрешили не пристегиваться снова инструктору, когда ученик за рулем. Поэтому давайте себе сделаем такую запись, что за городом, я вне населенного пункта, по-моему, мы с вами договаривались, да, говорил, что за городом не пристегивается инструктор, когда ученик за рулем. Здесь, я надеюсь, тоже причина понятна, чтобы мог всегда вовремя вмешаться в управление, чтобы не получилось так, что он потянулся к рулю, а ремень его не пускает, и он так не может дотянуться. такой ешкин кот, да, или что-то такое. Я хочу сказать, что у нас второй раздел правил дорожного движения, это такая сборная солянка из таких общих понятий, и поэтому, не удивляйтесь, тема не такая слажена, как бы есть небольшие переходы. Так, следующее, что мы разбираем, это у нас следующий раздел в этой теме, это, давайте запишем так, нас остановила полиция. Ну, и, наверное, добавим слово обязан, да, чтобы мы его каждый раз, с каждой строки, когда записываем, не повторяли, обязан. И первое, что хочу сказать, это, когда у нас появилась новая полиция, да, полиция, точнее, когда появилась, у нас водители до нее никогда не выполняли вот тот пункт правил дорожного движения, который я сейчас скажу. И только новая полиция начала приучать всех водителей. И первое мы запишем, это остановившись, включить аварийку. До этого, если кто помнит, как раньше ездили, останавливала полиция, никто из водителей никогда не включал аварийку. Сейчас, поначалу полицейские предупреждали, а сейчас, я думаю, что даже имеют полное право и протокол составить по поводу того, что не включили аварийку. Следующее, предъявить по требованию, то есть, если требует, то предъявить. предъявить по требованию. Ну, скажу, как для Галины, простыми словами, права, техпаспорт, страховку. Давайте сразу скажу, что просто так полиции неинтересно нас останавливают. Всегда есть какая-то причина, и не нужно думать, что полицейский ходит и скучает. Как бы, от нечего делать останавливают. Но все равно, еще до сих пор наблюдается такая ситуация за городом, это когда останавливают для выявления водителей, которые в нетрезвом состоянии управляют транспортными средствами. То есть, если требуют полицейские у нас, давайте так, по правилам дорожного движения нас могут остановить только тогда, когда есть нарушения или когда есть особые указания. Ну, к примеру, с армии сбежал солдат с автоматом. Причина понятна, почему будут останавливать всех и заглядывать в салон. Будут ли у вас потребовать права этих паспортов? Могут потребовать, а можно просто заглянуть в салон, спросить, кто с вами едет, что везете, и все. Отпустить. Могут и не требовать. Следующее, это что мы обязаны. Дать возможность проверить номера кузова и двигателя. Следующее, дать возможность проверить комплектность ТС. у нас комплектность ТС было записано пять пунктиков, но правила дорожного движения требуют всего лишь аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки. Это правда. Следующее, это дать возможность осмотреть транспортное средство. Это у нас салон и багажник. То есть, он имеет полное право заглянуть. часто полицейские даже заглядывают через открытое окно в салон, кто там еще едет вместе с водителем. Или может попросить открыть багажник. Ничего он там не копается, вы просто открываете, он смотрит сверху на все. Это называется осмотреть. если уже там нужно покопаться в багажнике, есть на что-то подозрение, тогда приглашаются два понятых и слово смотр заменяется на слово досмотр. Но это уже если есть какие-то подозрения. А так пока правило требует дать возможность осмотреть. Дальше такое необычное, мне почему-то всегда вспоминаются американские фильмы. Предоставить ТС полиции или медикам для доставки лиц в больницу требующих неотлагательной помощи. Галин, как вы считаете, это правильно как бы правило? Да. Потому что уже я понимаю, так связано с медициной, что там буквально каждая минута на счету в случае чего. Поэтому и в правилах дорожного движения это прописано. Ну, понятное дело, что это, наверное, происходит крайне редко, а чтобы мне вспомнить, таки, я никогда не был как бы свидетелем такой ситуации. Как правило, медики всегда приезжают на скорой помощи, а полиция имеет свои автомобили. Так, следующее, опять, что еще более связано с фильмами, это предоставить полиции ТС для преследования правонарушителей и доставки в полицию. Понятное дело, что потом, если вдруг что-то пострадает автомобиль, то вам государство компенсирует все это дело. Полиция таким никогда не изглав патрицей. Да, компенсирует. Полиция никогда такое не применяет, потому что, как правило, начальник всех полиции, я думаю, наверное, полиция предупреждает. Если воспользуетесь, будем оплачивать с вашей зарплатой. Это, скорее всего, мы точно не знаем, как там все происходит на собраниях у них. И вот это мы следующее, что запишем ради билета. Но там оно будет с определенной поправочкой, что у нас обязаны предоставить грузовой автомобиль, записано, обязаны предоставить грузовой автомобиль. Это если управляем грузовым автомобилем. Для перевозки поврежденных транспортных средств. Калина, как вы думаете, вы можете управлять грузовиком? Нет. А по определению, грузовик это транспортное средство для чего? Для перевозки грузов. Для перевозки грузов. видели вы когда-нибудь автомобильчик легковой, у которого половинка легкового автомобиля, а сзади кузовочек? Ну, да, видела. И это по правилам дорожного движения грузовой автомобиль. Так, если, допустим, полицейский остановил такой автомобиль и говорит, нужно вот этот скутер перевезти, да. поэтому, видите, и вот это тоже вас может коснуться. Также автомобили Газель, они попадают в категорию Б определенные. То есть, если вы, получив право после курса, можете управлять автомобилем Газель. Самое главное в техпаспорте посмотреть, чтобы полная масса не превышала 3,5 тонн. Так, ну, теперь водителю запрещено управлять ТС. Совсем? Да, вот в каких случаях не имеет права водитель управлять транспортным средством. Давайте мы это так в разговоре еще скажем, а более кратко копируем. Ну, во-первых, когда водитель пьяный, когда наркотическое опьянение, или когда под действием лекарства, которые замедляют реакцию. Ну, давайте запишем так, когда водитель пьяный, или под действием, лекарств замедляющих реакцию, наверное, так. Аспирин не замедляет? Нет. Все, если вдруг приняли таблеточку аспирина, то можно управлять транспортным средством. Можно фургена не выпить. Что, не выпить? Фургена. Почему? Может быть, тогда еще даже интереснее будет управлять. Быстрее ехать будет? Нет, быстрее ехать тут как бы как говорят, когда это, я считаю, это всего лишь на 50% шутка. Когда человек хочет в туалет, он быстрее принимает правильные решения. Логично. Все, Галина, как медик, сказала, что этот факт имеется, да? Все, хорошо. Следующее, когда запрещено управлять, это незарегистрированным транспортным средством. К примеру, купили автомобиль, понятное дело, что вы не катаетесь на нем, на незарегистрированном, вы должны, ваша поездка куда может быть, да? К месту стоянки или в ГАИ, чтобы перерегистрировать его, и вам на это дается 10 суток, что в течение 10 суток вы должны это делать. По большому то счету мы можем схитрить и если 10 суток еще не прошло, сказать, что мы едем в ГАИ, да? В какой-то особенный. Так, следующее, когда нельзя управлять транспортным средством, когда номера установлены в неположенном месте. Мы иногда видим, что водители номерные знаки где-то стоят за стеклом у себя. Вот, теперь мы четко знаем, что номерные знаки как вы думаете, почему правила дорожного движения запретили управлять такими транспортными средствами? Вот номера не там, где надо. Ну, их не сразу увидишь, то есть выпук... Да, на самом деле, как бы... ...когентификация. Да, это, наверное, больше для полиции или для других, кто видел нарушение, потому что куда все смотрят, да, там, где они должны стоять, да? Следующее, что у нас касается, это по поводу насколько они грязные номера. То есть, у нас в правилах дорожного движения прописано, что номерной знак должен... Подождите, не пишите. Номерной знак должен у нас читаться с расстояния 20 метров. Теперь мы, как бы, начало нашего предложения. Водителю запрещено управлять транспортными средствами. И дальше продолжение предложения. Если номер не читается с 20 метров, идем ночью, а номерной знак не подсвечивается. То есть, вот когда не работает подсветка номера. Давайте так, не работает подсветка номера. Если мы едим днем, это не так страшно. Поэтому нужно было прописать, что в каких ситуациях. Ночью или при недостаточной видимости. Сейчас хотелось бы уточнить у Галины, потому что вот у нас ночь, это каждый себе может представить. А недостаточная видимость, Галина, помнится из первого занятия? Это сумерки, туман, дождь. Ну, то есть, когда вот переходное время суток. Когда мы из-за природных явлений не видим дальше, чем 300 метров. Вот. Это бы упрощено в моряне. И еще последнее, что я думаю, может быть, для многих будет самое главное. Это, скорее всего, вы как раз и будете, когда ездить за рулем, это ваши будут первые нарушения правил дорожного движения. Телефон. Да, телефон. И поэтому запишем так. Пользоваться средствами связи, держа их в руке. следующее, это, что мы проговаривали, что прежде чем отдать свой автомобиль кому-то, да, что нужно убедиться, что у него есть права. и, конечно же, человек, который отдает на него еще, это наказуемо, если мы это знаем, пьяному водителю или поддействию, да. Поэтому давайте себе напоминалочку запишем. Запрещено передавать управление ТС. Давайте в сокращенном варианте, скажем, пьяному или человеку без прав. Это так мы сокращенно. Если вы передали управление пьяному, то вы тоже несете ответственность за это. У нас с каждым разом ответственность за управление пьяным, это озвучивается, но там автоматически подтягивается, что за передачу пьяному все усиливается и усиливается. Ну, в принципе, это правильно. Да. Поэтому давайте так дешевле пройтись пешком, проехаться на чем? На лыжах, на санках. Скажем так, когда вы выпили, дешевле даже купить, наверное, лыжи, на них приехать домой. Чем по поводу темы предупреждал, она вот такая из каких-то несвязанных разделов. И поэтому следующий раздел, который мы разбираем, порядок действий при ДТП. Порядок действий при ДТП. ДТП – это дорожно-транспортное происшествие. Ну, и первое, что требует правила дорожного движения, это немедленно остановиться. Второе – это включаем аварийку, выставляем знак. Мы говорили, что знак у нас только в двух случаях применяется, когда мы его выставляем на дороге. Чуть-чуть забегу вперед, скажу, что у нас есть третий случай, когда мы применяем знак. Но это мы его не ставим на дороге. Колин, есть какая-то версия, как мы можем применять знак аварийной остановки, но правила говорят, в этом случае его на дорогу ставить не надо. И загадка вообще неожиданная. Смотрите, у нас поломалась машина, нас тянут, а аварийка не работает. Тогда знак аварийной остановки где-то закрепить сзади. Правила говорят, где-то закрепить сзади на автомобиле. Ну, понятное дело, на грузовике легко, да? Гвоздь, молоток забил и повесил на крючок. Как поступить с автомобилем? Хорошо. Или привязать буксировочной веревкой, или тросом может быть. Или еще каким-то способом на фаркоп повесить, к примеру. Ну, если у вас есть фаркоп. Ну, тут правила дорожного движения не предлагают варианты, они только требуют. Вы обязаны закрепить. Ладенько, со знаком разобрались. Следующее, это все, что у нас имеет отношение к ДТП, ничего мы не перемещаем. Подождите, мы кратко сейчас запишем. Сейчас я расскажу. Вот если бампер отвалился от автомобиля, он должен находиться там, где лежит. Не надо его убирать. Колпак лежит, фонарь, номер. Все должно оставаться на своих местах. Ну, давайте так, ничего не перемещать, относящаяся к ДТП. Вот так сокращенно мы скажем. Ну, и смотрите, вот первые три действия, которые мы записали. Сколько это по времени, сколько это времени займет? Немедленно остановиться, включить аварийку, выставить знак. Кстати, хочу предупредить, что знак выставляется, это что-то, чтобы еще кто-то не присоединился к нашему ДТП. То есть, знак у нас необходим, чтобы не усугубить ситуацию и ничего не перемещать. Сколько это времени займет? Две минуты. Ну, а может быть, даже меньше, может быть, даже минуту займет. Так, следующий наш шаг это первая помощь пострадавшим. У нас будет темка, точнее, даже не тема, а целое занятие, посвященное тому, как мы оказываем первую, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим. И давайте я чуть-чуть даже переключу таким образом, чтобы его не убить. Галина, я надеюсь, понимает, что можно оказывать и таким образом первую помощь, что человек просто умер от первой помощи. так, следующий наш шаг это вызвать скорую. Вызвать скорую. И только после этого сообщить в полицию. я думаю, по поводу первой помощи тут сложный вопрос, все зависит от ситуации. Вызвать скорую и вызвать полицию, это, ну, давайте возьмем минутку примерно по разговору, да? Следующее, если, конечно же, они таковы есть, это записать данные очевидцев. Если вдруг есть такая необходимость, это оградить место ДТП. Я, честно говоря, один раз видел, только, как дополнительно ограждали место ДТП. Это, скажем так, на пешеходном переходе за городом сбили пешехода. Пешеход все нормально в сознании, но человек, который находился рядом с ним, я не знаю, это водитель или, может быть, проезжающий мимо машины, просто не разрешал ему подниматься. То есть, он так и лежал на пешеходном переходе. И из газели, которая тоже стала где-то рядом, я не знаю, он виновник или не виновник ДТП, достали специально палеты, и вот там, где лежит пешеход, огородили, еще дополнительно подперли, так они как заборщиком стояли вот там вот. То есть, вот пример, как дополнительно, это единственный раз видел, когда огораживает место ДТП. Так, и что еще от нас требует, это не применять препараты, которые не входят в состав аптечки. Ну, тут понятно, да, для того, чтобы разобраться, там, пьяный водитель или нет. У нас по правилам дорожного движения каждый автомобиль должен быть застрахован. и если вы застраховываете свой автомобиль, вместе со страховкой вам всегда выдается экземпляр европротокола. И вот, Галина уже у нас ознакомливалась с европротоколом. И сейчас мы для вас тоже включим картиночку такого европротокола. И вот пример. Галина, вот вы скажите, когда вы первый раз взяли в руки европротокол и просмотрели, могут ли возникнуть сложности, с которыми невозможно разобраться, как его заполнять? Ну, в принципе, нет. То есть, ну, когда ты спокоен, читаешь, то есть, как бы... А так как мы страховку получаем на автомобиль, когда все в порядке, то получается по большому это счет, у нас есть возможность спокойно обстановочки ознакомиться с европротоколом. Вот пример такого европротокола, как он заполняется, мы вам демонстрируем. Для того, кому непонятно, как его заполнять, как бы к европротоколу идет три листика. Первые два листика это один в один то, что вы видите, вы на верхнем экземпляры пишете, а на второй экземпляр, который остается второму водителю, все автоматически, как это слово сказать, не переводится, копируется, автоматически копируется, А третий листик это вдруг, если вам что-то непонятно, третий листик это идет инструкция к европротоколу. То есть там вы можете почитать все, поэтому мы особо останавливаться не будем по поводу европротокола. что там единственный вопрос сразу по поводу действия. Здесь прямоугольничек внизу где схема ДТП. Это рисуют участники или это уже ГАИ? Смотрите, европротокол это то, что делают водители без полиции. Они не дожидаются. Если у них там все в порядке, они не спорят кто прав, кто виноват, в этом квадратике они зарисовывают как расположены автомобили сейчас, когда уже они столкнулись и остановились. То есть вот это вот, что уже после того, как автомобили полностью остановились, где что располагается. Так, сейчас мы переходим на нашу обычную трансляцию. и мы запишем сейчас, когда водители без полиции имеют право имеют право составлять такой европротокол. Давайте так и запишем. Условия составления европротокола. ну и первое, все условия должны выполниться, и первое условие это у обоих водителей страховка. То есть автомобили застрахованы. У нас есть определенная категория людей, которым право дорожного движения разрешают не иметь страховку. Про них не спрашиваются, да. Ну такая категория, допустим, ветеран Великой Отечественной войны, инвалид Великой Отечественной войны, для них в целях экономии средств сделали льготы. Но их очень-очень малая категория, поэтому когда мы можем столкнуться с таким, что у второго водителя нет страховки, он просто ее не оформил. Ну, в общем-то, да. Так, второе условие, это нет пострадавших. То есть когда повреждены только транспортные средства, но с людьми все в порядке. Следующее условие, ТС могут безопасно двигаться. Следующее, это нет разногласий обстоятельств ДТП. То есть один водитель признает, да, тут я не прав, второе, я прав. И смотрите, как бы прав-неправ, это как? Это не на словах. Это если в Европротоколе водители ставят свои подписи, значит в них разногласий никаких нет. Если есть разногласия, что делаете в таком случае, Галина? Вызывается страховый агент. Вызывается полиция, да. По поводу страховки, если там внимательно почитать, то в страховую компанию вы обязаны сообщить в течение трех суток. То есть не обязательно вызывается страховой агент. Конечно же, если пока вы ждете полицию, неплохо, я считаю, было бы правильно и позвонить сразу в страховую компанию и у них проконсультироваться. Может быть и на место приедет страховой агент. А может и не приедет. Так, следующее это условие, это оба водителя трезвые. Запишем так в упрощенном варианте. Давайте так, слово трезвый у нас сразу подразумевается алкогольное, наркотическое и не находятся под действием лекарственных препаратов. То есть вы самостоятельно оцениваете, если есть сомнения, что водитель второй не трезвый, понятное дело, никакого европротокола, сразу вызывается полиция. Так, следующее условие, это может быть вы слышали шум, это у нас сквозняк, тут шторы наши такие, жалюзи шевелят. Следующее условие, что водители ставят подписи под схемой ДТП. если кто-то из водителей отказывается, все понятно, снова вызывается полиция. На самом деле, под схемой ДТП, я думаю, нет смысла не ставить подписи, потому что на схеме изображено то, как все располагается на дороге после уже столкновения. То есть никто там ничего не обещает. Смотрите, в этом европротоколе даже как бы и не расписывается, кто прав, кто виноват. И один очень интересный нюансик. Я прежде чем это рассказывать ученикам, тысячу раз перепрочитал и убедился. Так что данные абсолютно точно, что ОДТП сообщаем только в страховую компанию. Видите, в полицию даже в этом случае сообщать не надо. Вот это такой интересный нюансик. Конечно же, если вы не хотите применять такое слово заморачиваться с этими европротоколами, конечно, вызывается полиция. Если кто-то думает, что полиция приезжает долго, нет, полиция долго не приезжает, полиция, как правило, долго потом все на месте разбирается. Приезжает достаточно быстро. моего сына когда-то попали в ДТП, почти два часа ждали. Это где-то за городом? Нет, мы ехали из метра, которая на Гагарине. По проспекту Гагарина ехали, да? И два часа ждали, пока приедут. Я думаю, что когда вы вызывали полицию, знаете, какие первые вопросы были? Пострадавшие есть? Пострадавших не было, спрашивали, есть ли? Да, это есть и только есть пострадавшие, тогда они приезжают очень и очень оперативно. Понятно. Так, смотрите, мы все обязаны, обязаны водители, давайте все-таки разбираться о правах. Да, не, права, подождите, права это то, что получим после окончания курса, да? Что имеет право? Давайте так запишем, водитель имеет право, не права, да? А именно специально запишем, водитель имеет право. И тут мы подытожим, как бы половина уже будет звучать то, о чем мы уже и говорили. Передавать управление транспортным, ну, управление транспортным средством. Давайте вот так запишем. То есть, это у нас уже было проговорено, мы здесь просто как подытожим. Следующее, мы имеем право на возмещение убытков, если ТС пользовались медики или полиция. Обращаю ваше внимание, если были какие-то убытки для вас, то это вам компенсирует. Кто компенсирует? Давайте, в общем, скажу, компенсирует государство. следующее, это, приведу такой пример, вы ехали по дороге, оказалось, что кто-то украл люк, и автомобиль попал передним колесом в открытый люк, колесо оторвалось, автомобиль из этого врезался во что-то, и вот, имеет повреждения. или, допустим, прорвало трубу, выкопали яму, ограждение, может быть, и поставили, но его кто-то там, добрая душа, да, убрала, и вот автомобиль попал вот в такую яму. То есть, вот это, я два этих примера привел специально, чтобы была понятна фраза, что именно примерно такие случаи. Запишем мы так, на возмещение убытков нанесенных состоянием дорог или же до переезда. Я для наших учеников попрошу вот по поводу этой фразы попробовать разобрать один из частных примеров, порыться в интернете и посмотреть, обращался ли кто-то по этому пункту правил дорожного движения, который мы только что записали, если вдруг автомобиль ехал и порезал колесо от рамвайной рельсы. Вот просто интересно. Давайте попробуйте после занятий поискать, были ли такие случаи. Я просто не знаю, были ли или нет как бы там у нас еще зрители присутствуют за кадром, которые что-то машут рукой. Что, были такие случаи? Были случаи, когда обращались или были случаи, когда порезали колеса? Смотрите, как бы голос за кадром рассказывает, что как бы суд почему-то не посчитал, что это именно является таким пунктом правил дорожного движения. Точнее, что нарушения не было. То есть обращались, когда из-за состояния дорог был нанесен ущерб и ущерб не удалось компенсировать. Ну и еще, я думаю, не мешало бы в интернете посмотреть порядок действия и кто за что отвечает. То есть у нас еще бывает так, что некоторые кусочки дороги принадлежат определенным организациям или закреплены за определенными организациям. Так, ну, история какая-то такая, сразу настроение ухудшилось, что правды. А в каком году это было? Два года назад. Казалось бы, уже можно было надеяться на какие-то перемены. Так, ладно. Давайте уйдем от грустного. Следующее, что водитель имеет право знать причину остановки фамилии и должность полицейского. Помимо того, что он назвал свою фамилию и должность, мы, конечно же, имеем полное право потребовать документ, который подтверждается, что он именно тот человек, которым представился. и когда-то в Ютубе появлялись видео, в которых полицейские приходили, представлялись, показывали удостоверение своего полицейского, а оно имело срок действия, который уже закончился. Вот такое было. Поэтому, может быть, для баловства, для вашего, не мешало бы взглянуть и на срок действия такого удостоверения. Так, что дальше водитель имеет право обжаловать действия полиции? Где он может обжаловать? Он может с жалобой обратиться к начальнику этого полицейского, может с жалобой обратиться в прокуратуру, может с жалобой обратиться в суд. То есть, тут уже на выбор, куда хочет, туда и может обращаться. То есть, имеете ли право обжаловать? Имеет. Где? Ну, давайте так, высшестоящую организацию, да, может быть, вот так вот будет прописано билет. Дальше, вы имеете полное право просить помощи у полиции. Подождите, Галина, сейчас запишем это как правильно. Это я объясняю. То есть, допустим, вы не знаете дороги, как проехать, или вам нужна помощь, поломался автомобиль, чтобы он помог, может быть, кого-то остановить, чтобы быстрее люди отозвались на помощь вас отбуксировать. Ну, например, раньше милиция, гаичники, да, поступали таким образом. Они говорят, сейчас поможем. И стоят, дежурят, ловят следующего нарушителя. Следующего нарушителя останавливают и предлагают ему выбор. Так, составляем протокол или ты сейчас оттянешь это. Или помогаешь человеку. Ну, я думаю, что почти всегда человек соглашался помочь, чтобы его не оштрафовали. Вот таким образом поступали гаичники. Как сейчас поступают, не знаю. Но я вам могу сказать, что когда только полиция появилась, еще ездили для рекламы все полицейские машины с включенными мигалками. Всегда. Это в качестве рекламы было, чтобы показать, что на улицах города появилась новая полиция. То когда-то остановились на дороге, что-то там случилось с автомобилем, что не помню, открыли капот и что-то там возились, то полиция подъехала, открылось окошко, я говорю, помощь нужна. Это вот лично мне говорили эту фразу. Приятно. Да. Я надеюсь, что и сейчас все это еще присутствует на наших дорогах. Так, ну и, конечно же, а, мы не записали, да? Нет. Получать необходимую помощь от полиции. я надеюсь, вы понимаете, что это все связано с дорожным движением и силой безопасности. Да, не так, чтобы получать помощь от полиции, это, типа, не хватает денег на хот-дог. То есть, надеюсь, правильно понимаем. Ну и следующий пунктик, прежде чем его озвучить, я вам хочу сказать, что в правилах дорожного движения все равно проскакивают фразы, что человеческая жизнь это самая главная ценность. Поэтому, вот, как бы, первый раз, когда в правилах дорожного движения обращается внимание, что человеческая жизнь самая главная ценность, вот, она будет звучать, это первая фраза, таким образом. И записываем ее, то есть, водитель имеет право отступать от требований ПДД, ПДД это правило дорожного движения, есть ли иным способом не избежать. И смотрите, как в правилах интересно расписано. Я просто обращу ваше внимание, не хочу, чтобы вы такое и записывали. Ну там сказано так, если иным способом водитель не избежит собственной гибели, или другие участники движения не избегут увечья или гибели. То есть, получается, тут если водитель может получить увечья, это правило не работает. Ну, давайте, это вот такой маленький нюансик, который, конечно же, удивляет. А мы его запишем, наверное, таким. Когда иным способом невозможно избежать смерти или увечья. Но обращаю ваше внимание, что водитель защищен этой строкой правил дорожного движения только от гибели. Да. Ну и теперь нам осталось разобраться, какие у нас бывают права, какой категории. И давайте запишем. Право на управление транспортным средством. Давайте я вкратце расскажу, что у нас есть категория А. Это двух... Пока расскажу. А это двухколесные транспортные средства. Ну, конечно же, мопед и мотоцикл. Но их решили разделить отдельно, выделить мотоцикл, отдельно мопед. Поэтому мотоцикл обозвали А, а все, что будет поменьше, обозвали А1. Поэтому категория А это мотоцикл. А, Калин, подождите, не записывай. А это мотоцикл, А1... Мопед. Это да, мопед. Категорию Б у нас тоже разделили. У нас Б это легковые автомобили, да, и грузовики, обращаю внимание, до трех с половиной тонн, да, попали в категорию Б. Но у нас есть еще и категория Б1. В билетах это не попадается, но на самом деле это квадроциклы. Короче, те же самые мотоциклы, только на трех или на четырех колесах или с коляской мотоцикл. Мне почему-то, когда я говорю мотоцикл с коляской, мне очень старый фильм вспоминается «Спортлото-82», где там они на мотоцикле гоняли, да? Все. Категория Б1 это мотоциклы, у которых больше, чем два колеса. Так, запасное колесо не считаем, которое может быть за спиной. Так, категории у нас есть С, это большие грузовики, С1 это маленькие грузовики, у них там тоже идет разделение определенное, там 7,7 тонны, вот так, обзорвенно так. Но у нас в билетах это не попадается. И категория Д автобусы тоже делятся у нас большие и маленькие автобусики. Ну, еще есть категория это для трамваевых, для водителей трамваевых троллейбусов и буква очка Т. Но это нас уже вообще никаким образом не касается. Кстати, хочу вам сказать, что далеко не всех принимают на курсе водителей троллейбусов. Вот есть определенные ограничения, что не любой человек у нас может быть водителем троллейбуса. И, как ни странно, это связано с весом человека. Ух ты. Оказывается, что человек, который, давайте я к примеру скажу в шутку, потом если где-то найдете в интернете, я так примерно, цифру по памяти, не берут людей, водители троллейбуса, которые легче, чем 50 килограмм. я надеюсь, причина здесь понятна, потому что просто если он будет снимать дуги, это дуга, его просто у тебя нет наверх. Так, давайте эту информацию воспринимаем как 50% только правды, но на самом деле действительно такое ограничение есть, по поводу цифры веса я точно не знаю. Ну, теперь все расставилось на место, да? Почему есть такое ограничение? Так, и теперь запишем то, что нам пригодится в жизни или пригодится в билетах. Давайте категория А и А1. Что нас будет интересовать для билетов? Обучение с 14 лет, управление с 16. Билетов про категорию B1 не попадается, поэтому я про нее так лихо промолчу. Категория B обучение с 16, обучение с 16, управление с 18. У нас аналогичная выпадает из категории C. Категория C это 16 и 18. Вот так вот запишем. Это потому, что у нас есть техникумы, училища, там люди занимаются, и чтобы у них процесс обучения шел 2 года, поэтому вот так вот сдвинули именно для таких учебных организаций. Для автошкол все очень по-другому, скажем так. То есть в автошколе может обучаться только тот человек, который к моменту окончания обучения, которому будет уже 18 лет. Теперь что нам еще интересного у нас давайте запишем так, прицеп к категории B. То есть прицеп, о, давайте так, прицеп к легковому автомобилю. Прицеп к легковому автомобилю. И тут разобьем на два кусочка. Прицеп максимум 750 килограмм. Категория B. Прицеп более 750 килограмм. Категория B.E. То есть у нас буквочки Ешки появляются, когда транспортные средства будут управляться прицепами, которые, у которых в документах будет написано полная масса больше, чем 750 килограмм. Это 750 килограмм это с грузом или чисто за сам прицеп? По документам, когда мы читаем раздел полная масса, это вес прицепа плюс вес груза, на что он рассчитан. Понятно, мы можем схитрить и загрузить больше груз, да, можно будет управлять, то есть к нам не придраться по поводу категории. Как бы нас будут сверять только документы на прицеп руки полицейские. Так, ну вот, и на сегодня мы и закончили нашу тему. Вот такая, надеюсь, она не была для вас суперсложной, сложной для понимания. Поэтому по поводу занятий на сегодня все. Спасибо большое. По поводу вопросов. Может быть, у кого-то возникли вопросы? Давайте мы две минутки на то. Ага, вот, смотрите, пока из вас никто не решился и не пишет, да, у нас голос за кадром, группа поддержки Галины, да, возник вопрос. Как зовут? Женя. Женя, да? Вот, моя тезка, да? А если я предоставляю свое транспортное средство для человека и с я не алкоген то есть вопрос уже не был такой. Вот, далее вы управлять транспортным средством человеку, который пьяный. он пьяный, а он допустим дал все люди которые подносились и едет на моей ночи. Вот, смотрите, вопрос такой, что вы дали автомобиль свой человеку и его поймали, что он пьяный. Все зависит от того, что скажет этот человек. Накажут его по-любому. Ну, теперь вся ваша судьба как водителя находится в руках как раз этого пьяного человека. Если он скажет фразу, что мне когда давали автомобиль, я был еще трезвый, к вам вопросов никаких нет. А если он скажет, что мы на спичках вытянули, кто меньше пьяный и поедет за следующей бутылкой водки, то он окажет и вам. То есть, что требует правило дорожного движения? В момент передачи, чтобы этот человек был трезвым. Понятно, да? Теперь что? Будут ли у вас права отберут или нет? Зависит как раз от этого алкоголика. Все, Женя сделала вывод. Моя машина никому не дана. Спрашивают, какие бывают уловки полицейских из практики, в смысле подлянки? Подлянки, давайте так, ну это не подлянки, это просто как бы вытянуть вас на разговор, потому что когда едет пьяный человек, он скорее всего, все равно в душе волнуется. И раньше для гаишников было вполне нормально остановить и начинать разговаривать с водителем абсолютно на любые темы. Ну, к примеру, какую тему? Ой, а что вы так выглядите? Вы что там, плохо спали? Или вы уставший? Без разницы, тема может быть абсолютно любая. то есть задача во время разговора следить за вашей реакцией, есть ли волнение или нет. Поэтому, я не знаю, назвать ли это подлянкой или не назвать подлянкой. То есть, вот так вот вытягивать на любой абсолютно разговор человека, чтобы отследить, как он волнуется или не волнуется во время разговора. Или, как говорят водители между собой, унюхать. То есть, он залазит всей головой к вам во внутрь машины и начинает на любые темы с вами разговаривать. Ну, давайте так, я считаю, в принципе, это такая хорошая подлянка, потому что выявить пьяного водителя и не дать ему дальше управлять транспортным средством, может быть, это как раз и выйдет самое меньшее зло. Сейчас вот очень много видео, когда полицейский останавливает, но и откровенно начинает почему-то цепляться. По принципу обопрецепиться. То есть, как себя вести в такую ситуацию? Смотрите, как бы почти все требования, что требуют полицейские, они на 99% они законны. Абсолютно. Поэтому мой совет, если вы считаете, что, может быть, он не имеет права, давайте так, время, деньги. Быстрее выполнить его требования, чем с ним спорить полчаса. Потому что, если посмотреть видео, там споры могут затягиваться и где-то на очень долго. Если он вас просит выйти из автомобиля и показать, что вы везете в багажник, не нужно упорно сидеть в автомобиле и требовать от него документ, чтобы он принес, на каком основании он там требует. то есть, я считаю, если вы ничего не перевозите опасно, да это просто быстрее. У меня было даже, когда-то такое, брал у родственника микроавтобус, а тогда еще стояли блокпосты, на блокпосту, соответственно, все микроавтобусы там останавливали, грузовики проверяли, что внутри, то я даже так, меня тормозят, я выхожу, я сразу иду, открываю ему, я только открыл одну половинку, он говорит, ничего не везете, я говорю, ничего, закрываю счастливые пути. У меня весь разговор с ним сосался 15 секунд. Как бы, ну и не забывайте, все-таки человек полицейский, но юридически более подготовлен к любому вашему разговору, чем большинство водителей. Ну и когда мы дальше начнем изучать правила дорожного движения, окажется куча нарушений, которые всегда есть у водителя. Например, нет аптечки, огнетушитель или знак аварийной остановки. Аптечка неукомплектована, там огнетушитель просроченный. Дальше там на машине отсутствуют брызговики, которые предусмотрены заводом-изготовителем. Все это является нарушением. То есть автомобиль это как раз та вещь, которая играет против вас. Даже покупая новый автомобиль в автосалоне, выезжая из него, вы уже являетесь нарушителем правил дорожного движения. Потому что практически никакой автосалон не предоставляет вам аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. То есть вот только выехали, казалось бы, новый автомобиль, ни к чему не прибраться, уже могут быть нарушения. Еще вот. Обязательно ли вызывают скорую при ДТП, если никто не пострадал, или ущерб для здоровья минимальный? вы знаете, что это нужно смотреть по ситуации. То есть, если вы считаете, что ее надо вызвать, или есть подозрение, что человеку потребуется медицинская помощь, обязательно вызываем. если, допустим, никто не требует медицинской помощи, потому что может быть человек после ДТП в состоянии спокойном, а потом вдруг ему становится плохо, понятное дело, пускай через 5 минут, но мы вызываем. То есть смотрим по ситуации. Тут сложно сказать. И здесь еще нас касаются билеты с 1-го по 72-й, правильно? Ой, давайте так, я не отслеживал. У вас есть сайт водитель.ua. Там мы открываем билеты по темам. И вот у нас для решения билетов в этом сайте уже есть две темы. Первая тема, сокращенно говорю, термины и определения. Вторая тема права и обязанности. Вот вы уже должны решать билеты по этим темам. Так, вы привыкаете уже к абсолютно другому языку, не к такому, как рассказываю я. Я надеюсь, я не очень там много всяких юридических слов применяю. Так, все достаточно попроще. Ну, я считаю так, что знать правила дорожного движения невозможно. Но я хочу, чтобы вы их понимали. И когда будут добавляться даже новые пункты, вы легко уже с этим пониманием могли сообразить, как поступать в той или иной ситуации. Ну, а к правильным умненьким словам привыкаем, решая билеты. И еще, обращая ваше внимание, привыкаем к украинскому языку. Что-то еще есть у кого-то вопросики? Калина, у меня специалист по вопросикам, которые поступают от вас в чате. Калина, что там у нас? Пока больше ничего. Просто спасибо. Да, все, тогда мы на сегодня заканчиваем наше занятие. Из-за вопросиков чуть-чуть, мы там на три минутки буквально дольше задержались, но это абсолютно без разницы. Хорошо, когда начинается вождение? Вождение у нас, смотрите, правила дорожного движения говорят о чем? Что к вождению допускается только, это я, опять же, простыми словами все говорю, допускаются только те, кто изучил правила дорожного движения. То есть, пока мы не пройдем с вами все темы, пока мы не будем знать их идеально, да? А идеально вы будете знать, потому что вы будете решать билеты. Я думаю, решение билета. Вот. Только тогда вы допускаетесь к вождению. Так что, кому интересно, когда мы приступим, я давайте скажу точную цифру. Точная цифра у нас звучит так. Когда в правилах дорожного движения мы дойдем до 47-й страницы. Смотрите, 47-я это самая точная цифра. Да? Ну, не радуйтесь, еще у нас дополнительно будут две темки. Это медицина, еще, как быть порядочным водителем. Это так я специально обзову две темы. Поэтому вы понимаете, пока мы из вас не сделаем порядочных водителей, да? Мы вас за руль, автошкола вас за руль автомобиля не допустит. Ну, надеюсь, настроение все, как и хотели. Когда, да? Я точную цифру сказал. 47 плюс 2. То есть, 49, да? Давайте так. Спасибо большое за занятие. Все, да, до свидания. На этом мы заканчиваем. Я еще раз напоминаю, что у нас происходит тест на смельчаков, кто все-таки не боится увидеть себя в телевизоре, да? Ну, по крайней мере, со стороны посмотрите, как вы выглядите. Я хочу сразу предупредить, что еще больше вы себя узнаете, как попадете на вождение. Вы себя узнаете с такой стороны, с которой даже и не представляли. То есть, все то, что вы будете про... Давайте так, я сразу скажу, что вы узнаете новое про себя? Это то, что точно узнают все. Все ученики на вождении всегда путают право и лево. Все. Что мальчики, что девочки. Независимо от цвета волос. Все. То есть, ну, и вы посмотрите, не всегда вождение почему-то представляется, это как с моста привязывают резинку к ногам и человек прыгает, да? Как правильно называется? Джампинг. Вот, джампинг, да? Вот, уроки вождения это полтора часа этого полета. Если там у вас этот полет длится где-то минутку, да? Несколько. то вы джампинг этот ощутите полтора часа. Особенно первые выезды в город. Так что я надеюсь, что по поводу что выгоднее аттракционы или курсы. Курсы намного выгоднее, потому что вы таких прыжков получаете по времени очень-очень огромное количество. Ну, просто сплошная экономия денег. И к тому же почти 99% гарантии, а готовим и качественно, да? В том, что вы еще и дополнительно получите утешительный приз по окончанию, который называется водительское удостоверение. Да? Очень хочется. Утешительный приз. Все, хорошо. Ну, на этом давайте будем заканчивать, да? Всем до свидания. Надеюсь, что вы не забудете, что у нас следующее занятие когда, Галина? В пятницу. Среда, в пятницу. Вот, хороший вопрос. У Галины у вас никакой осенний день. Все, хорошо. Следующее занятие в 18.00, без 15.08 начинаем уже задавать вопросы. Так что, ладно, сегодня все. Всем до свидания. Всем до свидания.